привет друзья речки моего канала просто зрители собрался закоптить к горячего копчения и поделюсь с вами моим рецептом приготовления куриц рецепт простой но получается очень вкусно и недорого относительно погнали я беру небольших вот таких цыплят вес в районе килограмма они их и будем как они молоденькие быстро просориться и получать вкусные пробу так здесь у меня 4 килограмма куриц нам понадобится для засолки друзья солить будем их в ту звуке причем в горячем то звуке почему в горячем для того чтобы кожа была мягкой чтобы это же можно было кушать поэтому тузу должен быть горячей если вам интересно как делается вяленая курица пишите комментариях я сниму для вас отдельное видео еще покажу как делать вяленую курицу вяленой копченую но уверенные копченой курицу ее в чистом виде внук таком готова мне едят ее готовят это другая тема так для горячей копчения потребуется смотрите здесь мне 4 килограмма нам нужно сварить сейчас тузук но какой объем воды будет неважно можете взять один к одному там на 4 килограмма курицы 4 литра тузука но у меня был самичка стульку под кастрюле и если литров воды мне это курица не влезет нам нужно общий вес вода ой вода и курица вот здесь у меня 4 килограмма курицы и 2 литра вода общий получается 6 поэтому мне нужно в двух литрах воды развести соответственно 90 граммов соли из расчета друзья 15 грамм соли на общий вес продукта который вы солите и воды понятно да вот 15 грамм соль у меня сегодня мелкая обычная высыпаем в миску добавляем 5 граммов на килограмм можно 6 плюс-минус я просто ложку сыпану сахару это чисто для усилитель для усиления вкуса из все пойдем по классике черный перец горошком я немного печенского перца добавлю вас нет возьмите кориандр тоже будет классно смысл кипятить целый вот эти специи на перце нам кориандр и так далее в чистом виде их лучше всего раздавить тогда они максимально дадут свой вкус и аромат вот просто раздавить и намного это будет лучше высыпаем тузук также добавим сюда лавровый лист вот штучки 34 нового христа и также добавлю для остроты красного перца очигару ложку прям бахну вот так друзья не важно какой у вас будет марина можете свой букет собрать любой двор соотношение соли продукту 15 грамм и килограмм для горячего копчения это будет оптимально и бахну до цвета ложку темного соевого соус такой будет немного с азиатским акцентом курочка все оставим наш тузук на плиту доводим до кипения пока все это дело будет кипятится друзья берем чистим большую головку чесноку и чуть не забыл мне кажется маловато мне для меня будет остроты я добавлю еще остроты и несколько шайбочек имбиря где не любите имбирь может не добавлять а также поинтереснее повкуснее все это дело кипятим а пока чистим чеснок сейчас как закипит я слушаю дальше чеснок кипятить друзья не нужно он потеряет весь аромат свой поэтому кипятит сначала тузук без чеснока а потом чеснок добавим уже посмотрите все покажу так друзья все видите тузук активно кипит вот такой цвет коричневый но это из-за соуса и прям вот в этот кипящий тузук закидываем наши курочек курочек хоть мы и будем их коптить горячим копчение друзья если не закинуть убирать эту звук шкура будет жесткая поэтому загружаем и сейчас надо их туда утопить плита пока еще не выключена о-о-о должны влезть блин придется воды немножко так все тоже запихал курочек целиком тузук и сейчас нужно тузук еще немного подогреть не вскипятить а вот именно подогреть ну это вот чисто интуитивная смотри я смотрю по коже и тебя такая становится беленькая и как бы подваривается вот то что нужно кожа сейчас станет мягкая курица сама будет практически все сыраешь доготавливаться на будет уже в коптилке но сейчас нужно сделать вот так корочка стянулась такая тык мышцы сокращается но не такая компактная стала все буквально 35 минут пускай я подогрела еще это дело все выключаем сейчас надо побольше кастрюльку перекрыть перелью туда шипы и поставлю сверху какой-то генешек курица должна покрыта быть вся целиком то звуком все выключили даем ту звуку остыть градусов до 60 после чего добавим в него уже чеснок и сейчас кину чеснок суда он просто насчет вариться и потеряем часть вкуса ароматике чеснока поэтому нужно ту звуку дать немного остыть все продолжаем ту звук подостыл чеснок смотрите я его просто раздавил не мельчу ничего давлены часто просто в ножом раздавила ваш мяч коробки убрал можно же не убирать был и все давлены чеснок отдает намного лучше свой ароматик давите это вот самый оптимальный вариант и чеснока маринаду до курицы много не бывает курица хорошо дружить чесноком все высыпаем она представляющих наш марина так накрываем сверху чем-нибудь друзья сейчас полностью когда же это дело остынет и я уберу это в холодильник на двое суток то звук у нас не сильно соленый курица будут просаливаться обратите тоже внимание акцент на соленое и просоль на это немного разные вещи курица должна просолиться не прошу сверху вас именно просолиться тогда будет она сочная внутри и очень вкусно поэтому двое суток это минимум если куры у вас большие то трое суток а если гуси какие-нибудь то блин хотя бы дней пять но все вернемся через твои через пару суток и хана на верху посолить его проход на месте что звук не сильно сильно может пропасть от жара бета только холодильник или какой-нибудь погреб не более-менее прохладной температуры но все ждем два дня все самая трудная часть наступает это ждать друзья все смотрите курочки просолились полностью шкурка у них обваренная то есть мягкая вкусно пахнет как мы закоптим дорогу возьми завтра до поезд как поезд без курочки ехать до сережки красивая ребенок не врет когда красиво так друзья курочку достали звука сейчас надеваем на шампура и сейчас важный этап перед копчением и и нужно обязательно обсушить слушайте так друзья шкаф суши на вялочных компания москит вещь просто необходимая при домашнем копчении не только корну и рыбы видео сало там в видео вот здесь ссылочка в описании вставлены сходи посмотрите вот так это все выглядит вот повешенную 4 курочки на море рады решишь краснодар да так и выставляем температуру 40 для курицы туши на вялочных запускаем и нагрев все увидите мощный вентилятор нацепляем что не жарко как кондиционер да вентилятор ну все закрываем а то муки полетели но сейчас ветром выдает все давай закрывать щелк и вот это может ну конечно умру зачем они там нужны все друзья суши шкаф все делает все за нас жара на улице бен сегодня по 30 курорт обещают но мощный вентилятор курица прогреет оставляем все это дело на два часа через два часа я приеду и уже будем непосредственно коптить как и так же будем в моските на статике чтоб это быстрее получилось у нас но я расскажу чуть позже об этом дальше смотрите до конца все видеть да ну все пойдем клубнику собирать друзья приехали мы посмотреть что получилось дателем ты тут уже ждешь она копченая но она только обсохла продукт перед копчением тем качественная продукт вот будет цвет будет ровный однородку все перегружаем сушил коптильный шкаф и так друзья коптить курочек я буду коптильник сразу нагревать одновременно и коптить включаем такая щуп таймера грудку самое толстое место и таймер на 70 градусов вставляем и сразу включаем зольник нагрев зольника и нагрев коптилки пусть она тут нагревается до 70 градусов и заодно коптится как температура достигнет 70 ну примерно два часа я уберу щуп включу статику и буду коптить коптильня москит сделает друзья все остальное самое главное не забывайте вытаскивать щуп когда всыкаете статику сейчас вот видите два часа стояли курицы под температура 40 но нагрев всего до 30 дошел но я пока тут свозился и снимал снимать друзья я буду коптить я сегодня буду на чисто на одной яблони без добавления ольхи мне просто нравится ну на чем коптить это уже дело вкуса каждого мне нравится когда курочка копченая на яблони когда слегка такой аромат имеет кислинку легче ждем пока нагреется и в принципе ничего сложного хорошая коптильня все сделает сама друзья все видите нагрелась курочка в грудке т-69 ну по 70 уже есть все теперь друзья все копчение окончено выключаем тут все будем что получилось получилось вот такая вот штуки сейчас эти курочки достаем и снова вывешиваем суши на галочный шкаф буквально на два часа чтобы это все дело обсохла и взяла свой цвет нормальный и будем пробовать сейчас приеду домой я спаленга поработаю на даче приеду домой еще попробуем ли ссылочку на оборудование компании москит оставлю в описании я красота работать просто в одно удовольствие с таким оборудованием она делает все за вас практически никаких танцев с бубнов с бубнами вокруг дымогенераторов обсушили закоптили холодное горячее копчение статика вообще все изумительно взять аж мне там на подходе горбуша так что подписывайтесь на канал нажимать его хочешь я пойду поработаю друзья на обслужку ставим минимальную температуру я 20 ставлю все на два часа и все будет готово курочка уже готовая просто чтобы она дошла дозрела нужно ее поджать ужин я показываю получилось коптилочки и также все курочки цыплятки обсохли я приехал домой давайте покажу что получилось вот такой вот цвет замечательный друзья коптил на яблони но я бы не не дает такой яркий насыщенный кричневый цвет как дает его ольха но я бы не даже не дает такого сильно насыщенного вкус от копченого стекла для было объяснить копченок же вкусно но всего должен быть в меру и ольха на мой на мой вкус более такой мощный мощный вкус дает поэтому копчу птицу только на и на яблони на одной получается только на мой взгляд идеальный и запах хороший и цвет нормальный давайте попробуем что получилось проверим начнем с грудки на чтоб если грудка пропеклась прыгать приготовилась значит и все остальное будет отлично разрезаем потому что курица должна быть полностью готова но взять это никаких вариантов с тем чтобы с кровью там and then то что такое не должно быть смотрите на такая сочная грудка видно да это белый это белок он сварился свернулся курочка полностью готова видите на это она прям реально сочная давайте попробуем я ну смотрите легкая разрез на но мы готовили при небольшой температуре не выше 70 градусов когда готовите курицу получается также можно приготовить кстати в сувиде если у вас нету профессионального оборудования до копчения можно сделать это дело в сувиде или даже в духовку заверите курицу в фольгу закиньте в духовку и выставьте температуру на 70 градусов подержите пару часов а потом коптите в обычной коптилке будет примерно то же самое смотрите насколько это все нежно сочно и очень друзья мягко шкурка кстати мягчайшие прям вот далее на волокна впадает для этого очень вкусно чувствуется чесночок аромат копчения добавляет свой вкус и то что мы приготовим курицу при правильной температуре коптили она не вареная но она и с края она мягкая просто вот и даже грудка достаточно сочная изумительное блюдо здесь вы готовите на продажу занимайтесь профессионально попробуйте этот рецепт вашим покупателям однозначно он зайдет если мне еще один интересный рецепт для окорочков покажу чуть чуть попозже это вкуснятина мясо розовое но она готова и ну все друзья кому понравился рецепт ставьте пальцы вверх экспериментируйте готовьте этот рецепт зайдет все но смотрите насколько все это сочно супер просто на этом заканчиваю всем спасибо что смотрю до конца всем до встречи и всем пока следующий ролик будет из горбуши а потом сделаем копченая корочка с медом с перцем вкус 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 вкусные ароматные обмазки вот так так что будет интересно все друзья на это точно все